Хитростями до магнетизма, счастья, любви не добьёшься. Ну тогда скажите, как достичь его. Наши эксперты знают, знают. В эфире передача «Формула семьи». Всем привет, с вами «Формула семьи». Сегодня у нас 1 ноября. Последний ансенний месяц уже начался. Встретил у нас снегопадом в Москве, не знаю, как в других городах. Посмотрим потом прогноз погоды. И сегодня у нас вторник в гостях Юлия Сибелёва. Здравствуйте, рада вас. Хотела сказать, рада вас слышать, но правда, очень жду ваших вопросов и историй. Да, будем рады вас слышать, наши слушатели. Тема. Тема у нас сегодня детская. Детская тема. Детская игрушка не пустяк. Вот Юлия сегодня расскажет, почему важно понимать, зачем ребёнку игрушки, какие они должны быть, что с ними делать или не делать, и как вообще ребёнок видит этот мир игрушек. Да, я очень рада, что у меня есть такая площадка, чтобы рассказать вам о важности этой темы. И толчком к этой передаче послужил такой разговор, который я в дороге слышала от своих молодых знакомых, которые сами являются мамами, папами, у кого-то уже двое деток, у кого-то ещё совсем маленькие. И история звучала такая. Дочка, уезжая с дачи, очень хотела забрать с собой какую-то игрушку, которая уже, видимо, переходила из рук в руки детских, и подарила ей соседка. Я подарила Чебурашку. Чебурашка сейчас не самый популярный персонаж, но он такой уютный, мохнатенький, глазастенький, и дети его любят. И она с ним прожила какое-то время на даче, очень к нему привязалась. Но родители, когда собирались, и вот как они об этом рассказывали, они очень любящие, они очень заботливые. Мне говорили, ну этот Чебурашка, зачем он в городской квартире? Да ну... И просто как-то так они её отвлекли, забыли, оставили. То есть получается, что забыли лучшего друга этого лета. И я подумала, и ведь это происходит, такие истории, не потому что кто-то умышленно желает что-то там, ребёнку какой-то вред причинить, а просто по умолчанию. Потому что таков взгляд взрослых часто на детские игрушки, что это что-то необязательное. Они даже не предполагают, что можно навредить ребёнку, допустим, оставив его любимую игрушку где-то там на даче. Да, и в общем, не всегда это так, конечно. И мне могут возразить родители, что игрушек много, если всё перевозить с места на место и так далее. Это просто не хватит никаких контейнеров и багажников машины. Но мы сейчас поговорим о другом. Просто о месте любимой игрушки вот в эмоциональном мире и в духовном мире ребёнка. И вот это я вам, как практикующий детский психолог, скажу очень и очень важная вещь. Ну, для начала расскажу вам историю о том, что игрушка становится любимой совершенно по каким-то неведомым законам, эмоциональной такой привязанности, что ли, ребёнка. И рассчитать это бывает трудно, какая игрушка станет любимой. И как удаётся некоторым кукольникам сделать такие игрушки, такие прототипы, которые любят дети, с которыми не хотят расставаться долго-долго. А бывает, что игрушка, она просто чисто утилитарная такая. И одна легко меняется на другую. Например, пока я ещё не слышала, чтобы вот Барби при всей распространённости в мире этой игрушки, чтобы она была совершенно исключительно любимой и незаменимой. Вот какую Барби купили, и вот с ней там 3-4 года девочка прожила. Обычно они там поломались, ручки, ножки, что-то надоело, другая какая-то серия. Клоны. Клоны можно заменить. Игрушку какую-то одухотворённую, которую ребёнок уже присвоил, её заменить нельзя. Вот я вот сегодня про это вам расскажу. Юля, скажите, всё-таки почему дети так сильно привязываются к каким-то вот игрушкам? Вы сказали, что невозможно, допустим, отследить, какая игрушка станет любимой. Но почему вот такая связь очень важна для ребёнка? Предугадать нельзя, какая станет. Но отследить-то, конечно, можно. Я к этому родителей призываю. Просто понимайте, какие игрушки у вашего ребёнка любимы. Это может быть кукла, может быть мишка, может какой-то излюбленный конструктор, ещё что-то. Для детей такого раннего возраста это предметы, которые просто пропитаны домом, что ли, с которыми он больше всего соприкасается, который по фактурам, по каким-то параметрам очень соразмерный самому ребёнку. И вот этот вот элемент внешнего мира, который он рано довольно-таки начинает рядом с собой вычленять как бы из общего контекста, если он переходит в какое-то другое пространство, ну, я не знаю, там в ясли пошёл или, не дай бог, там вместе в больницу с мамой попали, то вот это такая опорная точка, на которой эмоции, чувства ребёнка могут успокоиться, сосредоточиться, как-то, ну, домом пахнет, рядом, создать какое-то чувство безопасности даже. Это очень важный момент. Приведу такие две короткие истории и предлагаю сейчас слушателям и слушательницам подумать, вспомнить, какая у вас-то в детстве, в дошкольном, была излюбленная игрушка, вот прям вот любимая-любимая. И даже потом, может быть, вы из неё выросли, и, может быть, стеснялись проявлять с ней свои чувства, но вы как-то особенно к ней относились. Вот, пожалуйста, вспомните. Я думаю, практически у каждого такая была. И подумайте, вот что ваш ребёнок теперь тоже имеет что-то такое, к чему его душа очень привязана. Вот у нас в доме есть, например, такая семейная игрушка, которая на год старше меня. Это уже полвек этой игрушки. Это слон размером с маленького ребёнка, которого подарили моим родителям на свадьбу. Он был когда-то ослепительно белый, в синих таких штанишках бархатных. Потом на первых фотографиях я маленькая, и он ростом прям с меня. Видимо, я его воспринимала как товарища какого-то. Потом каждое последующее поколение детей, ну, время от времени-то слона прятали в кладовках уже за ненадобностью, потом доставали, и каждое новое поколение детей брало его за хобот, и это как-то удобно очень перетаскивать по полу вот так вот за собой. С ним можно обняться, к нему можно прислониться, он уютно пахнет. Конечно, он уже далеко не белоснежный, но, тем не менее, его можно почистить и опять отдавать детям. Вот, и она уже напитана какой-то целой эпохой детских вот этих переживаний. Я не знаю, в чём тут такая эмоциональная вещь, но такие существуют. А другая история, она такая травматичная. Например, маленького мальчика, которому 2,5 года, у него излюбленная игрушка мишка. Мишка была. И, ну, это происходило не вот не сейчас, не довольно-таки давно, но тем не менее. И этого мишку во время карантина просто изъяли вместе с другими игрушками. И взрослые не позаботились о том, чтобы как-то их продезинфицировать и вернуть. Считали, что раз игрушка мягкая, значит, она уже не подлежит ничему. И проще их уничтожить, эти мягкие игрушки. Вот. И сделали это как-то небрежно на глазах у детей. О! И вот эта травма, которая всплыла потом уже в рассказе взрослого клиента, вы понимаете, далеко тянутся следы, потому что это был особенный мишка и особенный какой-то друг, какая-то вот точка безопасности для этого ребёнка. И вот это серьёзные вещи, потому что, вот, задумайтесь об этом, родители, дорогие мои. То есть игрушка может быть настолько важной, что если, допустим, её потерять по каким-то причинам, это может создать проблему уже в взрослой жизни человека. Ну, там примешивался ещё, конечно, дополнительный контекст, но яркость этого события была для ребёнка потрясением. Просто как потеря, как потеря друга, как разлука долгая. И никто его и не утешал, и никто и не понимал на тот момент, что для него это просто ужасно. Просто взрослые, будьте более бережными вот к таким вещам. У меня такое вот предложение, так скажем. Вот. Я бы очень хотела сейчас услышать от слушателей, может быть, кто-то вспомнил свои первые игрушки, или что-то такое наблюдает у своих детей. И чтобы мы могли, оттолкнувшись от истории вопросов, продолжить эту тему. Друзья, звоните нам 8 800 333 1706, номер прямого эфира. Вайбер и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96. И также вы можете оставлять сообщение на сайте teos.fm. Вот. Будем ждать ваших историй. Я могу рассказать, какая у меня была игрушка. Был у меня такой резиновый баратино с длинным-длинным носом. И вот мама мне рассказывала, что ближе уже к месяцу 8-9 начали резаться зубы. Ну, что вы думаете? Конечно, этот длинный нос исполнил функцию прорезывателя для зубов. Он был изгрызен вдоль и поперёк. Но на этом я не остановилась. Я брела его постоянно с собой в садик. Уже просто там играли. Жаль, я не помню, куда он делся. По-моему, мы то ли кому-то отдали, то ли выкинули. Ну, он уже изжил своё время. Я уже в школу на тот момент пошла. Ну, вот такой резиновый баратино. Но меня радует эта история тем, что у баратино была долгая жизнь. Потому что это целая... От годовалого младенца и до школы это целые эпохи в жизни ребёнка. И у взрослых вот хватило так-то и мудрости вот идти вслед за вот этой дружбой. Девочки с баратино вот этим. Пусть он был неказистый. Пусть он был уже какой-то неновый. Ну и что? Ребёнку он дорог совершенно не этим. И сейчас вот все средства ухода позволяют как-то обновить, привести в порядок, постирать игрушки. В общем-то, ничего страшного не происходит. И пусть он такой... Пускай живёт сколько надо. Потом уже заметно по ребёнку. Когда он совсем забывает и охладевает, тогда можно аккуратненько уже это изъять из детского мира и так далее. Но я сейчас хочу добавить немного... Ну, не теории, но таких более обобщённых знаний, чем конкретные эпизоды, о которых я говорю. Игрушка, вот взрослые сейчас, услышьте меня. Игрушка — это всегда проводник в мир взрослых отношений. Но это проводник через чувства. То есть если ребёнок присоединяется своим интересом, своей симпатии, своей любознательностью к игрушке, то он будет её использовать в играх достаточно продолжительно. Он будет вокруг неё строить какой-то свой мир. То есть дети, когда они развернуто играют, они действительно строят целые миры, в которых есть свои какие-то правила, свои задачи, свои отношения и так далее. И сейчас мир детства страдает от того, что при всём обилии игрушечных магазинов, новых развлечений, всё время дизайнеры, игрушечные мастера, педагоги, психологи что-то развивают, что-то хотят. Просто люди, которые хотят на этом интересе заработать. Огромное количество игрушек наводняет мир, но при этом время и место для игры стремительно исчезает. Как это ни парадоксально. То есть ребёнок лишён того времени, когда он мог бы всласть наиграться, и особенно наиграться с детьми близкими по возрасту. Как это происходит? Потому что сейчас родители озадачены тем, как очень рано начать развивать ребёнка. Все умиляются, что он с планшетом в годик. Ну да, верю, что с планшетом в годик. Да, наши дети будут жить в информационном мире. Это 100%. И, конечно, такие игрушки им тоже нужны. Но нельзя заменить вот эту чувственную реальность, то, что можно потрогать, пощупать, вступить во взаимодействие с другим человеком. Реально. Её заменить цифровыми технологиями невозможно. Одно с другим связано. Но, пытаясь развить ребёнка, родители его водят в разные развивающие центры. Там стараются педагоги в игровой форме всё преподнести. Но поймите, свободная игра ребёнка – это то, что он выбрал сам, сообразно с запросом своей души, своим эмоциям сейчас. А то, куда его привели, там выбрал педагог с учётом возраста, с учётом преподаваемого материала. Бывают гениальные педагоги, психологи, мастера, тренеры, которые просто настолько присоединяются к ребёнку, вот всей душой к этим играм, что возникает ощущение свободного полёта. Но это уникальность редка. А, например, детские сады, я сама там довольно долго проработала, и мы понимаем, что мы и хотели бы детям дать играть в сласть в течение дня, чтобы они там и отдыхают в игре, они и развиваются, они и общаются. Это просто уникальное явление. Но времени, времени очень мало. А почему? Чем занят день в детском саду? Ну, в детском саду день очень даже режимно занят всеми важными моментами. Пришли, расположились, немножко утром поиграли, но это свободная игра, дети пока собираются, там, ну, они такие, в лучшем случае, в паре, в тройке, большую игру не развернёшь, например. Потом не успели оглянуться, тут уже завтрак, тут уже, а, перед этим зарядка. Потом они отправились на занятия, потом уже пора на прогулку, это тоже важно. Ну, а на прогулки играют же дети? На прогулки играют, но там больше такие подвижные, малоподвижные, где-то полазить, ну, и снега, может, снежную бабу слепить. Ну, в общем, опять, очень зависит от того, захотят ли воспитатели вынести на улицу игровой материал в достаточном объёме, и есть ли где с этим расположиться, потому что не всё можно делать на снегу, должна быть удобная веранда. И даже летом очень сильно различаются. Например, на одной площадке воспитатель и помощник воспитателя вытаскивают целый короб или уже стоит там приготовленный, и дети с удовольствием играют на свежем воздухе, а другие ленятся просто и ничего особо не вытаскивают, потому что это же всё нужно потом помыть, убрать, обработать, в порядок привести. Сердцу не прикажешь? Так народ говорит. Глупостью, он говорит ваш народ. Сердце такое же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше. В эфире передача «Формула семье». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teus.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ну что, все контакты диктор сообщил. Друзья, звоните нам, пишите, какая у вас была любимая детская игрушка или, может быть, сейчас уже у ваших детей. Опишите свою привязанность к ней. Почему, например, именно она, если вы сейчас там осознаёте или понимаете. Ну а пока я зачитаю данные опроса. У нас, значит, слушателям в социальных сетях был задан вопрос, насколько важно, чем играет ребёнок. И такие варианты ответа. «Важно, надо с умом выбирать игрушки. Не очень. У ребёнка хватит фантазии из полки и камня сделать игрушки. И совсем не важно, он не понимает». Ну что ж, на последний вариант ответа никто не ответил. И это меня, честно говоря, очень радует. Значит, всё-таки родители заботятся о своих детях. И проценты разделились так. 93,8 ответили, что да, важно, надо с умом выбирать игрушки. И всего 6,3 не очень у ребёнка хватит фантазии. И две десятых, вернее. А у ребёнка хватит фантазии из палки и камня сделать игрушки. Ну, честно говоря, вот первый вариант ответа. «Важно, надо с умом выбирать игрушки». Он, конечно, правильный. Но такой, я бы назвала его резиновый. Что значит с умом выбирать игрушки? Вот, Юля, объясните. Ну, в общем, знаете, интересно, что оба ответы правы. В общем-то, когда у ребёнка есть желание, и он уже такой, знаете, разыгранный, который свой в мире игры, да, и он может придумать заменители. Все когда-то мастерили там чего-то из подручных средств тебе, куколок, какие-то там замки и так далее, и так далее. Вот, и в этом функция игры, да, чтобы оторвать от конкретного предмета, от шикарной куклы, например, вот функцию воображения, и применить её по отношению к другим предметным всяким вещам. Вот, но первое, там, где родители ответили, что надо выбирать с умом. Да, ну, как бы у родителей, как я наблюдаю, есть несколько таких заходов на покупку игр. Одни выбирают для того, чтобы игрушки были развивающие. И эти родители, они больше ориентированы на то, чтобы или какие-то конструктивные навыки развить, или там речевые, например, кубики с английскими буквами, или там какие-то лото там и так далее. Они думают о том, чтобы игрушка привела к развитию разных интеллектуальных функций, в первую очередь. И они по-своему правы. Другие родители думают, что, ну, ребёнок, ему же не должно быть скучно. Нужно, чтобы ему было интересно, интересно играть. И вот, чтобы ему не было скучно, мы ему купим игрушку. Часто по этому поводу ребёнок сам выступает, и там или очередную машинку требует, или какую-то новую разрекламированную игрушку, или ещё что-то такое. Это не хорошо, не плохо. В контексте семьи у родителей есть возможность как-то это отрегулировать сообразно своим там ценностям всё. Есть, которые покупают импульсивно. Вот шёл, увидел, ого, да, классная игрушка, давайте купим. Купили, принесли, иногда попадают в точку, иногда не попадают. Честно скажем, ну, взрослые, признайтесь себе, довольно часто вы, если купили импульсивную игрушку, вы потом можете осознать, что вы её купили для себя, для своего внутреннего ребёнка. А Юля, а что скажете, если мы выбираем игрушку с ребёнком в магазине? Во-первых, разбегаются у него глаза, а во-вторых, начинается вот это «мам, купи, купи», и валяние по полу, рыдание, плачь, что нужна именно эта игрушка, хотя ты понимаешь, что вообще-то дом почти такая же лежит, но теперь нужно это. Как вести себя в таком случае с ребёнком и понять, что ребёнку действительно нужно, а что является капризом, просто каприз? Ну, смотрите, любое взрослое решение, оно определяется из более широкого контекста. Начнём с того, сколько вы вообще готовы тратить на пополнение игрушечного царства. Но самое главное – это то, в каких вы отношениях находитесь с миром детской игры. И здесь смотрите, какая тонкость. Если взрослый в курсе, что ребёнок не только там любит машинки и города, но он там строит, у него свои замыслы, у него там развиваются свои сюжеты, он как-то это взрослым проявляет, доверяет, допускает в свою игру, то тогда разговор пойдёт по одному руслу, что, ну, дорогой там Петя или Маша, а вот у тебя же в твоём мире уже вот есть вот такое или такое, или когда мы собираемся в магазин, а чем ты хочешь пополнить вообще свой арсенал? Или совсем новый, или тебе нужно что-то в продолжении развития темы, да? Ну, допустим, он построил гигантскую железную дорогу, но у него не хватает станционного домика, ну, к примеру, да? Вот, тогда это всё обсуждаемо конструктивно, до того, как вы явились в магазин. И тогда вы делаете целевой выход. И идёте, ищите, подбираете что-то. Очень многое дети сейчас находят у себя же в планшете, в рекламе, в каких-то приложениях, к лего, например, какой там следующий модуль и так далее. И они уже могут сформулировать свой запрос. Если речь идёт не об этом, да, у вас доступа в этот мир нет, то, скорее всего, вы будете покупать по тому, как ваши эмоциональные отношения сейчас с ребёнком складываются, сколько вы ему хотите или не хотите позволить. Вот. И это уже немного другой вопрос. Хорошо бы, чтобы хотя бы вы понимали, зачем вы пойдёте в магазин, куда вы именно пойдёте. Не надо заходить подряд во всё, где там торговые ряды и сплошные игрушки. Всё равно это превратится в сплошное такое пятно. Центральный детский мир нельзя. Нет, можно, можно. Но смотрите, там же много других интересных вещей. Там можно что-то попробовать, там можно чем-то полюбоваться. Можно заранее с ребёнком, если он уже в таком возрасте от 4 до 6, там до 7 лет, точно поговорить, ну, сообразно его возрасту, что мы можем только вот на маленькую денежку, или на такую-то, или ещё там. Ну, в общем, какие-то заходы до этого нужно взрослому спрогнозировать. Вот. Но иногда у вас бывают такие дни, что, а пойдёмте, как на ярмарку, и вот просто пошикуем, вот и что-нибудь такое докупим. Ну, тогда будьте сами готовы к тому, что ребёнок что-то запросит. И если вы приняли вот это намерение для себя, ну, и оставайтесь в нём, получите все от этого удовольствие. Единственное ограничение будет бюджет. У нас есть сообщение, пишет нам Татьяна. У меня сын трёх лет. У него есть любимая игрушка, машинка. Уже все углы побиты, старые, страшные. Хочу заменить, а он не даёт. Что делать? Ну, мне кажется, тут так же, как вот в случае с Буратино, о котором говорила Эля. Расширяйте его мир игрушек просто в дополнение к этой машинке, но её не меняйте. Ну, а что вам-то с того, что у неё уголочки уже не такие, и она выглядит не так. Любимая она и есть любимая. Вырастет, преодолеет. Ну, вы знаете, для родителей тоже же это, например, важно в каком плане. Допустим, вот у Татьяны этот сын берёт машинку куда угодно, да, и в детский садик, и на площадку. И, ну, чисто визуально она смотрит так, у всех нормальные игрушки, такие модные, красивые, новые, а у неё вот эта машинка. И не потому, что Татьяна не может позволить себе купить ему новую машинку, а просто потому, что не может вот отнять и заменить на новую. Хорошо. Неприятное ощущение. Да, я вам предлагаю ничего насильственного не делать. Татьяну маму зовут, да? Да, да, да. Татьяна. Просто купите в дополнение машинку, которая, по вашему мнению, могла бы понравиться вашему сыну и могла бы понравиться вам. И если вот предположение, которое делает Эля верно, что просто перед другими уже неудобно, то когда вы куда-то приходите, есть посторонние взгляды, ну, две машинки выкладываете, какой ребёнок выберет, такой и будет играть. То есть это покажет, что дело не в скупости родителя, а дело в выборе ребёнка. Вот и всё. И я тут упомянула о том, что детскую игру нужно расширять. Я вот сейчас перейду к следующему тезису, что взрослый, он всегда проводник в мир связей, которые существуют между людьми, предметами. Это про труд, это про то, что одни создают вещи, а другие за них платят, что люди обмениваются чем-то, что то, что создано вот в рукотворном мире, это нужно ценить, что в это вложен уже чей-то труд, чья-то забота, чья-то любовь. И когда взрослый вот так настроен, он может ребёнку очень много дать. То есть не путём покупания, покупки всё новых и новых игрушек, их там 100 штук уже будет, и все машинки, или там самолётики, например, а взрослый будет видеть, где нужно ещё расширить мир ребёнка. Например, мой крестник, он очень много играл вот в паровозике. Была у него такая история, что вот всё, только это, только это, только это. Он очень техничный такой вырос мальчик, но в какой-то момент мама присоединила, естественно, к этому лего, всякие конструктивные вещи такие. Но при этом хорошо, что в лего там всегда есть человечки разных профессий, они исполняют разные функции. Вот это был переход к тому, чтобы мальчик начал уже про мир отношений людских. Не просто вот конструировал то, что ему было интересно, а он расширил свой диапазон до того, что он начал уже и в игру включать людей, понятно, между ними какие-то трудовые отношения, там перевозки, погрузки, продажи и так далее. Это очень расширяет. А допустим, вы видите, что дети играют только в куклы или ещё во что-то. Ну, добавьте туда чего-то конструктивного, конструктора и свяжите эти вещи между собой. У нас есть ещё одно сообщение, пишет нам Юля. Это вот, наверное, в поддержку сообщения Татьяны. Это же так хорошо, что у ребёнка любимая машинка. Это же как друг для малыша. Да, вот интересно, да? Может выбрать динозаврика, может выбрать мишку, может кого и что угодно. Иногда совершенно с нашей точки зрения нелогичную вещь. И вот меня радует, Эля, честно, что мамы вот об этом пишут, и вот за этим стоит уважение. Вот уважение, что у ребёнка вот так. И вопрос, а могу ли я там вмешаться, а стоит ли, а может быть, просто этому порадоваться. Вот это меня очень радует. Это вот как раз то, что я и хочу донести до всего мира. Уважайте детскую игрушку. Да, потому что многие родители, ну им всё равно, то есть они решают за ребёнка, надо вот это заменить. Из этого ты, допустим, уже вырос, взяли, отдали, выкинули, не понимая важности для ребёнка вот этого всего целого мира. Да, и вот знаете, ещё тоже недавно встречалась с родителями, такой был родительский клуб, обсуждали там про порядок, про, опять же, обмен игрушками и так далее, про то, а как быть, вот ребёнок разыгрался, а пора уже нам, их несколько детей в семье, уже все собрались, идти гулять там и так далее. То есть вот про границы, вот где вот призывать ребёнка оставить эту игру и так далее. Вот смотрите, что для ребёнка сложно. Он погрузился в игру, а его вдруг разы без предупреждения оттуда вынули. Он начинает просто, ну, протестовать, там, скандалить. Если он тихо потупился и пошёл, то радости он, может быть, и не испытывает от этой прогулки. Поэтому вот родителю или взрослому, который вот понимает, что там идёт игра и что всё равно её вот нужно будет, ну, прервать, потому что вот режимный момент подоспел, что, как говорится, он может его предупредить, сказать, а, ну, я вижу, ты тут вот уже всё построил, у тебя тут в магазине идёт торговля, ну, ещё вот парочку шагов там сделай, вот поиграй, а через 10 минут вот тогда там, ну, не знаю, таймер прозвенит или я тебе скажу, нам же пора будет одеваться. Ты можешь на время это оставить, и потом, когда мы погуляем, ты вернёшься и можешь продолжить же этот сюжет, ну, договориться как-то, да, тогда это получаются плавные переходы. Но сложность в том, что если родители с младенчества не поставили границы для вот этого распространения детского мира, и он распространился и на кухню, и на гостиную, везде игрушки, всё где ни попадя, это тоже не полезно, это не такая вседозволенность вместо свободы. Поэтому я призываю, чтобы у ребёнка было какое-то игровое место, которое, даже если он уйдёт, оставит этот свой мир, никому это не помешало. Пусть это квадратный метр под столом, в его палаточке детской, ещё где-то, но чтобы он был неприкосновенный, а остальное общая территория. Шутки шутками, но мы иногда сможем обсуждаем, что когда у нас будет ребёнок, мы сделаем ему такой небольшой, вот сейчас не поймите неправильно, мы так шутку называем, это загон, ставятся такие из сеточки небольшие заборчики надувными такими брёвнышками, и внутри этого пространства оно небольшое, где-то 2 квадратных метра, ну кто-то может и 10 сделать. Ребёнок находится, играет, даже этот забор небольшой, невысокий, сантиметров 20, это позволяет ребёнку видеть вот его границы, где он играет, и там игрушки могут лежать хоть вверх тормашками, это место ребёнка, где он сам считает, что ему делать. Ну, про границы, которые видны маленькому ребёнку, я прям приветствую эту мысль, он может свободно туда зайти и выйти, и самое главное, смотрите, во всём нужна мера, с одной стороны, мы должны уважать границы ребёнка, границы его игрового мира, с другой стороны, ребёнок должен вырасти в уважении к границам нашего взрослого мира, что там, где мама готовит, ходит что-то около плиты, около мойки, не должно быть под ногами ни игрушек, ни машинок, ничего, потому что это уже небезопасно, или машинка пострадает, или мама, поэтому всё это очень даже такая благая идея, вот про хаос только, я не уверена, что пока маленькие, ну может быть, вот тут есть ещё такой момент, может быть, вы помните, что были такие супруги Никитины, которые целую такую империю развивающих игр создали, и они сейчас переиздаются, практикуются, очень хорошо идут, они и развивающие, они всякие разные, но поскольку детей у них много было, семь, если я не ошибаюсь, и разного возраста, то понятно, вот хаос превратился бы просто во вселенский хаос, вот, поэтому у них есть определённые, были, и они это описали, такие ограничения, и они вот говорят, что не надо перенасыщать мир ребёнка, вот его вот визуальное поле хотя бы, там, огромным количеством разных игр и игрушек, важно, чтобы у него был выбор, важно, чтобы у него были предпочтения, важно, чтобы уважали его какую-то игровую логику, но то, что сейчас не актуально, можно убирать на антресоле, или вот играл, 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 присытился, любой игрой можно игрушкой присытиться, ну хорошо, пока уберите её на антресоле, в кладовку, потом вдруг можно вспомнить, она будет как новая, ну, то есть восприниматься как новая, да, и можно к ней вернуться, особенно, если это игра какая-то, вот в коробочке, Друзья, напоминаю вам, сегодня у нас в гостях Юлия Сибилёва. Мы сегодня говорим о детях, а точнее о детских игрушках. Тема звучит «Детская игрушка, не пустяк». Звоните нам по номеру прямого эфира, и также можете писать на teos.fm сообщение и вайбер в WhatsApp плюс семь девятьсот семьдесят семь восемьсот пятьдесят ноль девять девяносто шесть. А вопрос, который мы вам задали, какие любимые игрушки были у вас или у ваших детей, какие отношения вы с ними выстраивали, считаете ли вы вообще, что это важно? Будем ждать ваших ответов. Юлия, вот у меня вопрос родился во время заставочки. Есть настольные игры, причём настольные игры совершенно разного возраста, даже ноль плюс. То есть, ну, правда, я немножко не представляю, как младенец трёх месяцев будет в это играть, но неважно, допустим, от года. Как вы относитесь к настольным играм, и стоит ли им уделять большее время, чем обычным игрушкам, или нет? То есть как соотносить время, когда ребёнок играет, вот с настольными играми? Я-то хорошо отношусь к настольным играм, и скажу, что это тоже замечательное средство для того, чтобы дети, как правило, несколько человек играли, они тоже вступали в коммуникацию по определённым правилам, там есть свой интерес, своё развитие в этих играх. Я очень ценю вот те же игры Никитина, игры Воскобовича. Это очень-очень сильные такие развивающие системы. И, ну, как сказать, это равнопоравное такое занятие во всём остальном детском игровом пространстве. То есть ребёнку нужны и настольные, когда есть с кем поиграть, и как-то там свой интерес поддержать, и попутно он узнаёт много нового. Это сюжетно-ролевые игры, это обязательно, потому что, играя со сверстниками, вот родители, услышите меня сейчас, вы очень хотите, чтобы у вашего ребёнка был социальный успех, когда он вырастет. И вот лучшее средство для развития социальных навыков – это именно сюжетно-ролевая игра. Её нужно прямо-таки культивировать и помогать детям вот в это погружаться. Вот. Есть спортивные игры, есть всякие развлечения, есть театрализованные игры. То есть это большой-большой диапазон. И, в общем, всему этому можно уделять время, ориентируясь на вашу какую-то воспитательскую логику и на интересы детей. Но я бы сейчас хотела, знаете, поговорить. Вот, думаю, зададут сейчас родители такой вопрос или нет. Я уже его предусмотрела, думаю, скажу всё-таки, потому что тема острая, однозначного ответа нету, как с этим дома обращаться. Это, а что делать? Вот хорошо, когда ребёнок сидит там тихо себе и играет. Вот он играет и играет, у него там свой мир. Важно, чтобы он из этого мира иногда выныривал в реальности. Тут одна история. А другая, когда игры агрессивны. Вот просто всё крушится, всё ломается, кидается и так далее. То есть то ли ребёнок очень такой энергичный. Иногда детям просто тесно в каком-то пространстве. Или они прям с агрессивными выкриками, с саблями, шашками на голову и так далее. Запретить эти игры совсем вы не можете, потому что каким-то образом ребёнок проявляет себя. Но ввести их в границы, в русло какое-то и правило вполне возможно. И если какие-то игры... Вот родители, ориентируйтесь тоже на свои чувства мамы, например. Если вас что-то шокирует, если вы прям ощущаете своё какое-то переживание внутри, прям острое по поводу того, что ребёнок очень зло там выглядит, или он очень прям уже не может остановиться там в чём-то, проанализируйте. Ведь не игрушки же виноваты. Игрушки, они нейтральные. Саблей можно защищать, а можно колотить своего противника, например. Значит, что-то в жизни происходит такое, с чем нужно разбираться. Или такие примеры перед глазами. Или такие особенности самого ребёнка, состояния. С ним особая тщательная работа должна проводиться. В общем, нужно искать, откуда это приходит. Какие рекомендации можно дать родителям, как правильно выбирать игрушки? Собственно, мы приближаемся уже к этому блоку. Ну, часть из них я уже озвучила. Я говорила уже о том, что нужно наблюдать и за своим ребёнком. Спрашивать, присоединяться к игре. Тогда вы будете держать руку на пульсе. То есть вы узнаете, прям почувствуете, какие его занятия, какие его игрушки любимые, с которыми у него особые отношения. То, что не актуально для ребёнка, то, что он легко соглашается погрузить в коробочку и лишнее убрать там в чулан на антресоле куда-то ещё, ну и так и делайте. Иногда, если он вдруг заскучал, можете сказать, а давай посмотрим. Может быть, там какой-то твой друг сидит в коробке и хочет уже выйти с тобой поиграть. Какая-то твоя любимая игрушка. Можно это сделать. С играми развивающими, настольными, тоже так же предлагается поступать, что поиграли дети, наигрались. Всё, она теперь уже где-то лежит, уже как-то она там небрежно где-то отложена. Вот. Тоже можно на время это убирать. Вообще, я хочу подчеркнуть такую мысль, что к игрушкам всё-таки нужно относиться бережно. И вот когда я говорю, что взрослый – это проводник в мир большой через игрушку, как раз то, как ребёнок относится к игрушкам своим, то есть может ли он быть с ним более заботливым, бережным, не рвать их немедленно, в общем, как-то довольно долго, что у него игрушки живут, – это его отношение к миру в целом. Вот просто посмотрите, это ещё как индикатор такой. Что ещё хочу сказать? Хотя бы один квадратный метр неприкосновенной территории игры, пожалуйста. Организуйте своему ребёнку. И когда возникает искушение разлучить ребёнка с игрушкой, вспомните, что это его друг и помощник. Или свою детскую игрушку. Вспомните, это послужит противоядием. Хочу ещё вот о чём сказать. Я думаю, время позволяет. Я хочу сказать о целительной силе игрушки. О том, что это очень и очень исцеляющее средство, когда ребёнок заболел. И не дай бог, это какое-то заболевание, которое привело его в больницу. Это очень трудное испытание, потому что это больно, это страшно, это непривычно, неприятно. Весь контекст другой, недомашний. Поэтому, когда вы собираетесь с ребёнком в такое место, позаботьтесь о том, чтобы было что-то такое, с чем он сможет... Вот пусть у него будет только столешница-тумбочки, может быть, или в его кроватке, но будет игровое какое-то пространство. Маленькие такие, походные предметики. Можно какие-то купить маленькие машинки. Это несмотря на то, что в больницах есть игрушки. Вот теперь в больницах есть игрушки. Вопрос только, в любой ли момент к ним пускают детей, вот это остаётся открытым, тоже в зависимости от персонала и от их установок. И сейчас я как раз обращаюсь, наверное, к медицинским работникам. Если есть в таких больницах, где дети подолгу, есть воспитатели, возможно, приходят волонтёры. Дайте детям дышать игрой каждый день. Пусть по чуть-чуть, пусть ему процедуры не позволяют, пусть что-то, ну 15-20 минут, ну что-то. Это очень сильная поддержка для ребёнка, который страдает. Как бы вам ни казалось, что он стоически переносит это испытание. И вот в детстве я лежала в такой больнице, где, в общем, делали операции, гипсовали ноги детям. И что делали дети? Вот у нас куклы. Мы играли в слазь, там это правда было. Из зубного порошка. Это было очень популярное, заказываемое родителям средство. И воды, и бинтика делали гипсы этим куклам. А самые смелые ещё рисовали швы на ногах, прям шариковой ручкой. И родители нас не ругали, потому что через это вот мы как-то проживали, переживали, отпускали своё собственное какое-то страдание, переживание, уже всё не так страшно. Поэтому просто будьте к этому тоже очень внимательны. Что я хочу сказать в этой связи? И вообще, если вы знаете, что вам предстоит какое-то изменение жизненное, допустим, вы отправляетесь в дальнюю дорогу, в путешествие, например, на отдых, или же вы переезжаете, в принципе, или вам нужно, я не знаю, что-то происходит такое, что, ну не знаю, там, не дай бог, конечно, родители разъезжаются, и вот родители, и ребёнок тоже меняет место жительства. Ещё это осложнено всем. Пожалуйста, заботьтесь об вот этой игровой стороне его жизни с таким же тщанием, как вы каждый день думаете, что он будет есть, что он будет пить, где он будет и как он будет спать. Вот это такая же насущная необходимость, как минимум для ребёнка до 7 лет. Но скажу про детей и постарше. Им тоже нужна игра. Они играют по-другому, уже более потаённо. Им иногда бывает неловко, когда их там застают, что они там старую куклу, там, девочка опять там качает или прижимает к себе, или разговаривает с ней, или мальчик там достал то, что уже, казалось бы, он из чего-то вырос. Будьте очень тактичны. Не надо это подчёркивать, вот что ты как маленький, давай уже всё отдадим. Вот сколько нужно, столько будет играть. И в трудные минуты будет возвращаться и играть снова и снова. И даже и в 15, и в 25 лет. Сейчас и взрослые наконец-то разрешили играть себе, ну, это тоже сейчас такое распространённое явление. И сейчас то, что раньше бы считалось пустяком, теперь считается уважаемым хобби. Собирать кукол или делать кукол, или ещё что-то такое. Это тоже важный момент, потому что внутренний ребёнок в нас, вот этот изначальный такой яркий, чувствующий, творческий, он уже ограничен рамками взрослого контекста, у него столько всяких обязанностей и так далее. Но игра — это территория свободы. И наш внутренний ребёнок тоже хочет получить свою порцию игры. Я не зря спросила про настольные игры, потому что у нас в семье это любимый вид игр. В принципе, в нашей компании друзей у нас практически ничто не обходится без настольных игр. Их сейчас такое количество на разный вкус, на разный возраст. Друзей, не пренебрегайте. Это замечательный способ сплотиться командой, лучше узнать друг друга. Особенно я отметила, когда в нашей компании, допустим, друзей появляется какой-то новый персонаж. Если мы в этот момент играем, и он вклинивается в игру, то в конце игры ты его воспринимаешь уже, в принципе, как своего, хотя ты познакомился с ним час назад. Так, я смотрю, что у нас есть звоночек. Так, сейчас. Алло, слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Валентина Ивановна. Я присоединяюсь к вашей теме, мне хочется поделиться. Сама я многодетная мама, у нас трое детей. Сейчас уже они взрослые. Два внука уже в армии, и вот третий скоро пойдет в армию. Два возвращаются внука, а третий уже на очереди идет. И шесть, и, значит, хочу сказать, ну вот эти внуки, и три внучки, и слава Господу. Что Господь нас благословляет, и меня верующие. И я хочу сказать, как вот у нас проходили, вот детишки тоже между собой спорили, и как я с ними обращалась. Значит, четыре годика, два годика, два мальчика, и вот, значит, старший стал наблюдать, что я всю любовь стала, значит, я сама как мама догадалась, что больше стала прививать как-то больше любви. Но он маленький, и какой-то вот такой птихий, старший сын, он у меня такой, знаете, энергичный. И вот однажды они стали играть у старшего сына машинки и у второго машинки. Я готовлю на кухню. И вдруг прибегает второй, Андрюша прибегает и говорит, мама, говорит, он мне, говорит, машинки забрал. Ни одной машинки. Я прихожу, смотрю, у меня старший, значит, ребеночек, сынок сидит, играет. И вот как завхоз, вот самый, что-то говорит, говорит между собой. А я говорю, Андрюша, пускай играет. Я говорю, пускай играет, не трожь его. Я говорю, а ты возьми куколки, давай у Олечки возьмем, у меня дочка третья. Я говорю, давай возьмем куколки и играй, понимаешь? Как будто ты врач, к тебе пришли на прием. Вот, я говорю, возьми куколку, играй. А он увидел, самое, значит, Павлуша, что тихо, что он у него не отбирает машинки. Пришел и стал куколки у него забирать. Забрал все куклы, приходит Андрей весь из-за. Он говорит, мама, говорит, он мне даже куколки, говорит, забрал. А я говорю, Андрюшенька, я говорю, пойдем разбираться. Приходим, хорошо, что вот сердце-то у нас, Божие сердце. Я говорю, Паша, что ты наделал? Я говорю, нельзя так, сынок. Я говорю, у тебя и машины, как детский мир. И машины, и куклы. Я говорю, поделись, пожалуйста. Дай нам, пожалуйста, хоть одну игрушечку. Поцеловала я его, обняла. Я говорю, вы мне так дороги, я вас так люблю. И он прижался ко мне. И вы понимаете, посмотрел на меня. Я говорю, берите все. Вы представляете? Да. Вот я просто, это, по-моему, еще зависит от нас. Господь проверяет, как мы будем бить детей. Подход еще, много значит мудрость. Материнская. Я говорю, вы нам все очень дорогие, дорогие мои. Спасибо. А потом графиком. А когда они уже стали чуть-чуть уже на год постарше, я говорю, вот вы, мои дорогие. Вот я вам ставлю график. Будете сами убирать свои комнаты. Комнаты будете убирать. Полы заметать. Игрушки будете за собой, значит, убирать. И будете каждый сдавать. По очереди будете убирать. И будете друг другу сдавать. Буду ставить вам отметки. А в конце, уже в субботу, мы будем уже подводить итоги. И будем давать вам сюрпризы. И если вы будете хорошо вести, мы вас возьмем тогда в зоопарк. Возьмем в парке Минегорького. Мы их, значит, накрусили. Там специально такие карусели детские, на лодочке, колесо обозрения. И они были... Целая система, да. Вы знаете, им так понравилось. И вот когда я график этот все нарисовала, красиво, все. Я говорю, сегодня, Паша, твоя, вот у тебя щеточка, совочек, убирай, все. Он убрал. Мама, поставь мне отметку, я ему ставлю пять. Он сдает. Вот, он говорит, вот, Андрюша, я убрал. Говорит, теперь твоя, говорит, завтра ты убираешь. А Андрюша там что-то там, какой-то там фантик оставил от конфетки. А Оля приходит, говорит, я не приму. Говорит, у тебя там бумажки. И стали они между собой ссориться. Оля и Андрюша, говорит, говорит, мама, говорит, он... Вот, Андрюша, говорит, чтобы я еще... Андрюша сказала, чтобы еще вот раз убирать. Ну, что это такое? Я говорю, деточки, разбирайтесь. Я вам поставлю пятерку, если будет все чисто. И они убрали. Друг другу стали помогать. Говорят, ты убирай, чтобы нам в зоопарк пойти. И стали друг другу помогать. Ой, Валентина Ивановна, спасибо. Спасибо огромное. Спасибо огромное. То есть все рекомендации, все, что могут сказать эксперты, специалисты, это только маленькие-маленькие какие-то зернышки, но на какую почву они упадут. И когда такие добрые и любящие отношения, дети слышат, слышат взрослого, они принимают правила. Они могут вот идти за своим сердцем, поделиться, да, там, изменить свое поведение, потому что все это очень важно. И спасибо, Валентина Ивановна, вот за то, что вы рассказали так развернуто свою историю, потому что я-то хотела подчеркнуть как раз вот этот момент. Отношения — это все. Они определяют, что дети слышат, как они вас воспринимают, и становится ли тема игры и игрушки для вас объединяющей и выводящей ребенка в мир таких отношений добрых, позитивных, заботящихся друг о друге и так далее. Ну вот, если у меня еще есть минутка для рекомендации. Да, у нас есть еще две минутки, и как раз можно дать рекомендации и уже резюмировать эфир. Да, я хотела бы сказать вот о чем. Вот зная о любимых игрушках и понимая, что дети соприкасаются с братьями и сестрами, с приходящими детьми, они входят в какие-то детские сообщества. Вот будьте внимательны к тому, когда вы устанавливаете правила про обмен игрушек, про то, как детям играть вместе. Не делайте тоже ничего насильственного, отнеситесь с уважением. Вы можете показывать пример, вы говорите, что хорошо играть вместе, это просто увеличивает все ресурсы и добавляет очень много добра и позитива в эту жизнь. Но смотрите, к чему ребенок готов, чему нет. Потому что то, что вы вынудили его сделать, оно добра не принесет. А вот то, к чему он созрел и вами подведен, вот то даст добрые плоды и добрые всходы сначала, а потом добрые плоды. Ну и что я могу сказать? Играйте сами, играйте с удовольствием, играйте со своими детьми. Можете познакомить ребенка со своими любимыми играми, когда придет время, понимая его возраст. И очень рекомендую почитать таких авторов и приобрести даже, может быть, такие игры, как Игра Никитина и Игра Воскобовича. Там много открытий вы можете сделать вместе с детьми. И там же прочитать много мудрых подсказок, таких педагогических, как со всем этим обращаться. Особенно, когда детей в вашем доме играет много. И это такое счастье. Это целая команда. Ну что, у нас остается минутка. Юлия, давайте мы резюмируем эфир. Можете кратко перечислить, собственно, что родителям делать и как с ребенком обращаться? Ну, я надеюсь, что сегодня стало понятнее, что игра детская требует серьезного отношения взрослого. И не только серьезного, но и очень-очень любящего, очень уважительного. Потому что мы про любовь говорим часто, про любовь к детям, а про уважение меньше. И понимая, что игрушка – это проводник в мир взрослых дел и отношений, что это его учитель, ребенка, что игрушка – это еще способ построить отношения со сверстниками и другими людьми в мире. Относитесь к этому с пониманием, и я думаю, что вы найдете мудрые решения, как те мамы и бабушки, которые уже обратились в наш эфир сегодня. Спасибо вам огромное за это. С вами была «Формула семьи». Услышимся уже скоро, в четверг, из Москвы будет вещание. Счастливо, играйте. До свидания. Хитростями до магнетизма, счастья, любви не добьешься. Ну, тогда скажите, как достичь его.